Спасибо всем тем, кто донатит, ставит лайки, репосты. За все это благодарю, это все очень важно для нас всех. По поводу недавнего визита Алиева, Ильхама Алиева в Москву, хотел сказать, вот такое удачное совпадение, как этот человек умудряется сидеть на двух стульях. Только недавно он был в Киеве и выражал свою поддержку Украине. Это, кстати, урок Зеленскому. А теперь он прибывает в Москву, да еще и оказывается историческим свидетелем того, как Российская Федерация признает Донбасс. Тут даже и слов нет. То есть человек-свидетель этого исторического события, он находится в Москве. Хотя совсем недавно он поддерживал Украину. Это я сейчас обращаюсь к нашим украинским друзьям, чтобы понимали, с кем имеют дело. И, кстати говоря, хотелось бы еще заметить на тот немаловажный факт, что Алиев подписал с Путиным договор очередной о сотрудничестве в Акурат в историческую дату. Это не просто дата. Мало того, что Донбасс. Тут еще историческая дата. Тут, наверное, его подколол уже Путин, скорее всего. Потому что договор был подписан 22-го числа, 22-го февраля 2022 года. А вот в это же время, в этот же день, 22-го февраля 1828 года, был подписан Туркманчайский договор, благодаря которому армяне возвратились на свои исторические земли из Персии, в Восточную Армению. Вот так вот Путин подколол Алиева. Хотя тут, опять же, кто кого неизвестно. Все совпало. Скорее всего, Алиев просто сейчас повернулся спиной к Украине, повернувшись лицом к России. Но на самом деле мы же понимаем, кто такой Алиев. Это в России, в Украине еще не совсем понимают. Или, во всяком случае, делают вид, что не понимают. Но мы-то с вами знаем. Но речь, мы к нему еще вернемся. Речь сегодня будет не об этой теме. Речь немножко о другом. Но к этой особи мы еще, конечно же, вернемся по тому, как я буду повествовать. Итак, начнем. Тема сегодняшняя будет довольно-таки конкретная. Интересующая многих и друзей, и врагов. Знаю, знаю, что часть из вас уже настроена против. Именно настроена. Поэтому временно смените этот самый настрой. И вместо него рекомендую взять ручку и бумагу. Убежден, и ручка и бумага вам пригодятся. Так как никакой со своей стороны отсебятины не будет. Все по существу. Чтобы мои слова можно было потом вам проверить на подлинность. Я уже как-то говорил, что для меня существует только один праздник. Это День Победы. 9 мая. Как-то так получилось, что в детстве я был обласкан дедушками и бабушками. Соседскими в том числе. Участниками Великой Отечественной войны. Слышал от них много чего о Великой Отечественной. Плюс всегда уважал людей старшего возраста. Я даже пожилыми не хочу их называть. Не нравится мне это слово. Производное от пожил. Так вот, если бы хоть капля сомнений была бы во мне в деятельности Горегина Нжде, о котором в последнее время часто говорят, то не было бы и сегодняшнего выпуска. Поверьте, мне есть чем заняться. Как и вам всем. Но тема стоит того, чтобы посвятить этому человеку хоть и небольшой, но выпуск. Он будет состоять из двух частей. Первая часть о Нжде. Вторая о его врагах, которым он, будучи мертвым, до сих пор покоя не дает. И будоражит воображение трусливых парней из Баку. Как вы заметили, в последнее время тема Нжде все чаще обсуждается в СМИ. Говорится, что он был нацистом, сотрудничал с Гитлером. На совести Нжде жертвы лица еврейской и цыганской национальности. В общем, всех собак спустили. Нжде умер в 1955 году в советском городе Владимир. А в 2013 году вышел одноименный фильм Нжде с участием именитых актеров, среди которых Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов, Фрида Йорк. И как-то было у меня... У меня было несколько встреч. Но одна из встреч была такая, наиболее тесная, где мы по душам поговорили. И в разговоре с Чулпан Хаматовой, вот она мне поведала, что когда читала сценарий, решила поглубже познакомиться с личностью Нжде. Почитала о нем и сделала вывод, что это был настоящий патриот своего времени, своей страны. И никто тогда не усомнился, когда вышел фильм, что он мог, как сейчас говорят, сотрудничать с Гитлером. Бред да и только. Но откуда ветер подул? У этого ветра даже есть конкретная дата. 11 октября 2019 год. Ашхабад. В этот день азербайджанский диктатор Ильхам Алиев на встрече глав государств СНГ заговорил Нжде и спустил на него всех нацистских собак. С тех пор и повелось, что Нжде, гитлеровец, антисемит, а люди, особо не проверяющие и не интересующиеся фактами, стали повторять за Алиевым его тезисы. Ну и плюс те российские политиканы, что урвали с Азербайджана для этой большой игры куш. При этом, думаю, вы согласитесь, что евреи ничего не забывают. Представьте, еврея, который бы он чего-то забыл. Он, если даже завтра помрет, он расскажет своему сыну или внуку, что у меня есть такой-то враг. Ну согласитесь, так и есть. Ни хорошего они не забывают, ни плохого не забывают. В Израиле есть список всех тех нацистов, что истребляли евреев. Ни одно имя не забыто. Вы только представьте. Но среди них нет нжде в качестве преступника. Получается, азербайджанцы умнее евреев? Да не смешите мои тапочки. Там же, в мемориальном комплексе Ядвашен в Израиле, есть сад праведников мира Хасидея Умод Хаулам, где перечислены имена представителей разных народов, которые спасали евреев. Так вот, среди них 24 армян-спасителей евреев и ноль азербайджанцев. Но почему Азербайджан озлоблен на нжде и распространяет путем подкупа ряда российских лиц дезинформацию об этом человеке? Объясню. В начале 20-го года прошлого столетия, ровно 100 лет назад, в Армении случилась почти ровно та же ситуация, что и сейчас. Мало того, что за 5 лет до этого турки совершили страшное злодеяние над армянами, так еще и кавказские татары, нынешние азербайджанцы, с помощью большевиков собрались было откусить у Армении Арцах с Сюником, они же Карабах и Зангизур. И если впоследствии Карабах большевики передали Азербайджану, то Зангизур отстоял отряд нжде. 9 мая 1920 года грузинская газета социал-демократов писала в газете борьба. Следующее. Программа пантюркиско-большевистского блока осуществляется, коридор между Советской Россией и Анатолией прокладывается по землям Армении. Принцип самоопределения народов еще раз попран большевиками, как никто и не подумал спросить у населения Зангизура и Карабаха, как оно само хочет решить свою судьбу. Вот вам не показалось, что происходящее сегодня это дежавю. Только в отличие от сегодняшних дней, 100 лет назад именно Горегин Нжде сохранил Зангизур, который впоследствии остался уже в Советской Армении. Азербайджан простить не может Нжде, что тот сохранил за Арменией Зангизур. Именно по этой причине армянский Нахидживан стал для Азербайджана анклавом, разделенный ныне армянской областью Зангизур, он же Сюник. Как вы понимаете, Нжде боролся против насаждения большевизма и пантюркизма. Он был костью в горле пантюркистов. И когда Армения стала Советской Республикой, он не принимал советского гражданства и покинул страну. Так как его Армения была растерзана, его родина Нахидживан вместе с Карабахом большевики передали Азербайджану. Остальная часть стала большевистской Армении. Продолжать борьбу за Отечество Нжде стал на Балканах. Я напомню, Нжде всегда был грозой для турок и их шоколад в Азербайджане. До того, как власть в России захватили коммунисты, Нжде был русским офицером. Героически проявил себя на стороне России против Турции. За что был награжден Царской России пятью орденами. Святой Анны IV степени, Георгиевскими крестами III и II степеней, императорскими орденами Святого Станислава и императорским орденом Святого Владимира. Императорскими. Это говорит о том, что абы кому такие ордена не вручались. И вручались они за личной подписью императора. В данном случае императора Николая II. А Николай II кто у нас нынче? Верно. Канонизирован русской православной церковью. Так что ж получается, вы, уважаемые господа, не доверяете своим святым царственным старотерпцам, но доверяете при этом туркам с азербайджанцами? Далее, как я говорил, Анжде перебрался на Балканы. И там он проявил себя в войне болгар и македонян против турок, собрав роту армянских солдат. Это было ранее, 12-13 годы. Но в современной Болгарии Анжде почитают как героя этой страны. Ведь Анжде и болгарский орденоносец в том числе, не только российский, и был награжден орденом за храбрость. Теперь, был ли Анжде коллаборационистом? Давайте заглянем в словарь, что это за термин. Читаем. Коллаборационизм. Осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству. Важное предложение тут в ущерб своему государству. Но, как мы знаем, Анжде не был гражданином СССР, а значит, и не был коллаборационистом. Допустим. Но действительно ли он сотрудничал с Гитлером во время Второй мировой войны? Давайте тоже рассмотрим. Как я уже сказал, Анжде был гражданином Болгарии. До этого был не советским, а подданным Российской империи, куда входил его край, его родина, Нахичевань. Перед вами сейчас его болгарское удостоверение. Черным по белому это все написано. Также четко приписано, что он болгарский подданный. Как мы знаем, в годы Второй мировой войны Болгария была союзницей Гитлера. Болгарские военнослужащие особо не отличались от немецких в деяниях и поступках. Анжде в это время уже не служил. Да и всю Вторую мировую он даже погоны не носил. Ни болгарского, ни немецкого офицера. Нет никаких свидетельств, документов, фотографий, что во Второй мировой войне он надевал какую-либо военную форму. И вообще носил оружие. На то время Анжде работал журналистом. Из Германии поступило сообщение по нацменьшинствам Болгарии, чтобы внутри страны прошла сортировка людей на арийское происхождение и остальных. К этим остальным, семитам и прочим, причислили тогда и армян. А армян в этой стране проживало в годы войны до 40 тысяч человек, 70% из которых спасшиеся во время геноцида в 1915 году. В это время Анжде принимает для себя решение отправиться в Берлин, чтобы не допустить это недоразумение. Помогают ему в этом болгарские власти, с которыми Анжде был в дружеских отношениях, будучи героем этой страны. Пользуясь случаем, Анжде попросил у них и переводчика, так как не владел немецким. В качестве корреспондента он аккредитовывается в пресс-службе Рекс-канцелярии, и уже через 17 дней Анжде встретился с уполномоченным фюрера по контролю за общим духовным мировоззренческим воспитанием НСДАП Альфредом Розенбергом. Вместе с НЖД на встречу прибыл и переводчик с болгарского на немецкий язык Симеон Буров. Я не зря упоминаю этого переводчика, о нем я еще скажу. Идея встречи НЖД с Розенбергом, кстати, единственная, единственный раз, когда он прибыл в Берлин на встречу, преследовалась только в одном убедить Розенберга в том, что армяне не являются семитами, что они такие же арийцы. Ну, тут уже расовые технологии, я тут не буду вдариваться. Что было, то было, что сказано, то сказано. Не думаю, что НЖД разбирался тоже в расовой теории нацистов или вообще в расологии. Его цель была одна – не допустить второго геноцида над своим народом. Беседа проходила около двух часов. НЖД за это время не только умудрился убедить Розенберга в расовом происхождении армян, но и согласовали освобождение пленных 20 тысяч армян, уже взятых в плен в разных странах, в том числе и из числа советских. Дальнейшая их судьба была уже неизвестна. Кто-то был убит уже в СССР, как военнопленные. СССР, как вы знаете, таковых не жаловал. Кто-то остался в Германии и вступил в легион. Но НЖД сам не создавал армянский легион. Это сделал другой армянин – Дро. И легион армянский не вступал на территорию СССР. Он был задействован на юге Европы, а их основной целью была Турция. Больше имен НЖД нигде не упоминается в связях с нацистами. Он вернулся в Болгарию, занимался своей журналистской деятельностью. Жил с семьей в обычной квартире в центре Софии. До тех пор, пока не был арестован советским НКВД. Угол улицы Солунска и Ключар, Болгария, София. До 1944 года в этом доме, вот два окна, вот и второе окно, тут внизу табличка, я вам покажу, проживал Горегин НЖД. Как написано, гражданин Болгарии, национальный герой Болгарии и Армении. Герой ополченского движения болгарского против турок. Именно с этой квартиры, с квартирой этого дома, он и был арестован в 1944 году. Сюда он более не вернулся. Арестован был за антисоветскую деятельность коммунистами. Кстати, сдал НЖД советскому НКВД армянин, позиционирующий себя коммунистом. Я напомню, что в 1944 году в Болгарию вошла советская армия, которая освободила страну от нацистов. Многих людей арестовывали. И арестовывали не только за связи с нацистами, но и за антисоветскую деятельность, за которую взяли НЖД и многих других граждан бывшей Российской империи, перебравшихся в эту страну. Там были и русские, и нерусские, и всякие. Еще раз, НЖД судили по ряду статей, но не за коллаборационизм, не за связь с нацистами, а за антисоветщину в годы Первой мировой войны. Хотя и пытались инкриминировать ему эту связь с нацистами, приплетая переговоры с Розенбергом. Для этого в СССР пригласили того самого болгарского переводчика, о котором я выше упоминал, Симеона Бурова, тот, что с ним к Розенбергу ехал в Берлин. И он подтвердил стенограмму переговоров НЖД и Розенберга, не встречаясь заранее с НЖД. НЖД уже был в это время заключен в российской тюрьме. Один в один Симеон Буров подтвердил. НЖД дали 25 лет тюремного заключения. И как вы думаете, почему всех коллаборационистов в СССР расстреливали, а НЖД не только живо-здорово сидел в тюрьмах СССР, этапировавший то в один регион, а то в другой, но и писал свободные письма своей жене, получал от нее ответы. Да он бы в прах превратился в общей могиле, как и все те, что сотрудничали с немцами. После них даже могил-то не осталось. А НЖД даже экскурсию провели. Повезли его в Ереван, показали советскую Армению, чтобы тот убедился, что большевики не враги армянам. Да, из-за частых этапирований и тюремных условий НЖД подорвал свое здоровье. В декабре 1954 года было принято решение освободить его досрочно. Но он не дожил. Через полгода в сентябре 1955 года умер во Владимирской тюрьме. Во Владимире изначально и был похоронен на кладбище. А в 1983 году его останки перевезли на перезахоронение в Армению. Подумайте, кто бы в СССР так возился с сотрудником немецких нацистов при жизни человека и с его трупом. 1983 год. Вам ни о чем не говорит? В этом году вообще-то был генеральным секретарем ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов. Человек, который с 1967 по 1982 годы был председателем КГБ СССР. Махровый разведчик. Неужели вы серьезно думаете, что если бы НЖД был тем, кем его нынче позиционируют с помощью азербайджанского кошелька, то с его трупом так бы возились? Проводили бы эксгумацию, перевозили бы в Армению и так далее. Что скажете, бывалые? Вы же жили при Андропове. Вот и я о том же. До встречи.